МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЖАРА НЬЮЗ Всем привет! В эфире программа Жара Ньюз. Меня зовут Даша Фёдорова. И я приготовила для вас самые горячие и интересные новости за неделю. Поехали! Сегодня в выпуске. Какой новый рекорд установил Филипп Киркоров? За что Милош Бикович получил золотой граммофон? Как Лолита радует своих поклонников? Как поклонники удивили Диму Билана? И многое другое. ЖАРА НЬЮЗ Золотой граммофон гремит не по-детски. Да так, что не оставляет равнодушным никого. Но об этом чуть позже. Сначала давайте переместимся на пресс-бранч, который прошел в преддверии русского Грэмми. Там артисты мечтали о своих наградах. А поп-король шоу-бизнеса хвалился своими достижениями. У меня в этом году дебют в качестве ведущего. Я буду вести церемонию золотой граммофон в этом году. И это, так скажем, наш аналог Грэмми, я считаю. Вести такую церемонию – это большая ответственность. Но у меня хороший партнер – Хрусталев. А вот награды поп-король давно уже не считает. Но, учитывая, сколько их получил Филипп Бедросович, это не мудрено. Мы бы, наверное, их тоже не считали. Я не веду счет, это плохая привета, на мой взгляд, потому что у меня такое ощущение, что вот как посчитаешь свои награды или количество концертов, все может раз и закончится. А вот коллеги Киркорова свои награды считать не боятся и даже готовят для них особенные места. У нас на студии есть специальная полка, где хранятся вообще абсолютно все награды. И с приходом в группу я, в общем, приезжаю домой, беру эту награду, вставляю ее у себя и вот, и все. У меня есть специальная полочка, на которой все стоит прекрасно. Я специальное место уже протер от пыли, чтобы поставить туда золотой граммофон. У меня такие там дверцы, я даже такую подсветочку там, где-то сюда мелодия как-то. И там стоят граммофончики, все загорается. И в этот раз группа «Чай вдвоем», собственно, как и другие артисты, получили свою долгожданную и заветную награду. А кое-кто вообще впервые. Этот «Чай вдвоем» впервые за последние 13 лет получит свой золотой граммофон. Он будет по счету седьмым, потому что предыдущий граммофон мы получали аж в 2010... Господи, так быстро время пронесло. В 2010 году за песню «Белое платье». Вот за 20 лет моего существования на российской сцене это мой первый золотой граммофон. Для меня это первая премия, первый золотой граммофон, и для меня это большая честь. Вы только представьте, какие это были эмоции. Да-да, 29 ноября состоялась 28-я церемония награждения музыкальной премии «Золотой граммофон». В этот вечер заветные статуэтки получили Анна Асти, Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Джонни, Мари Краймблери, Мот, Сергей Жуков, Сергей Лазарев. И этот список можно продолжать бесконечно. К слову, Сергей получил в этом году юбилейную статуэтку за сольное творчество. Вообще, это 11-й граммофон, а сольный 10-й. Первый граммофон самый первый мы получили еще в составе дуэта «Смэш» за песню «Молитва, если мне не изменяет память». А потом уже был мой первый граммофон «Если мне, опять же, не изменяет память» за песню «Даже если ты уйдешь». Удивлял зрителей и Филипп Киркоров, который в этом году вел премию. Кстати, мы посчитали все его золотые награды и вычислили, что в этом году поп-король получил свой 28-й граммофон, тем самым став главным рекордсменом премии. Но это далеко не единственный его рекорд за этот вечер. Я так понимаю, что даже в мире такого рекорда не было. За всю церемонию переодеться 20 раз. Да, по-моему, 20. Как всегда шиковал и Николай Басков, который оценил и видения, и образы своего лучшего друга Филиппа. Филипп Киркоров – это Филипп Киркоров. Это большая звезда, это легенда, это история. И поэтому все, что он делает, все равно у него получается хорошо. Конечно, в плане видения со мной ему тяжело соревноваться, потому что я в этом плане выдвинут на ТЭФе в этом году. А в остальном, ну, я могу сказать, что он и есть король. Последовал примеру короля и принарядился в этот вечер Хабибка, для которого эта премия стала особенной. Конечно, я волнуюсь, поэтому сегодня я под расходу решил уйти от своего привычного образа. Но бандану, конечно, я надел, но не на голову. И сегодня в черной рубашке я, по-моему, впервые так вообще в жизни вышел. И надеюсь, я нормально выгляжу. В новом образе был и Милош Бикович, который мало того решил запеть, так еще и тоже получил заветный граммофончик. Ну и ну, если не поняли, сейчас все объясним. Прямо во время церемонии снимался настоящий сериал, где Милош сыграл главную роль. Милош играет классного персонажа. И «Золотой граммофон» — это первая серия, это стар персонажа. Мы видим его впервые в этом сериале. И потом Кирилл пройдет большой путь. Сериал называется «Дайте шоу». Дайте шоу, да. В неком смысле этот сериал обрабатывает человеческое желание посмотреть, как там у других, что там, как другие люди страдают, что у них там в голове, в сердцах и так далее. Не знаем, что у других в голове, но вот с уверенностью говорим, что творчество Милоша по душе и поп-королю. Я являюсь большим поклонником Милоша Биковича. Не только потому, что он мой сосед по моей второй родине Болгарии, да, он же Югослав, серб, а потому что он потрясающий артист, актер, хороший парень и вообще красавчик, талантливый актер. Я сегодня с большим удовольствием буду объявлять его и награждать его в самый престижный музыкальный преми «Золотой гармофон». К слову, пока остальные получали заветные награды, Дима Билан получал подарки от друзей. И не абы какие, а очень дорогие. Это та самая кремлевская посуда, столовая с гербом, которую я хотел приобрести. И эту идею я не оставил. Это вообще очень такая достаточно старая история, 50-х, по-моему, даже годов. Тогда вот это все стали выпускать и пользовались только в Кремле. Вот, кремлевская сторона. Вот мы знаем, это для вас... Да, это стоит очень недешево, на самом деле. Сервиз полный столовой, стоит, ну, здесь, в Москве, 2 миллиона за него хотят. Там очень много предметов. Вот. Хорошую штуку вы мне подкинули, на самом деле. Ну, теперь мы знаем, как задобрить артиста. Дима, в следующий раз к тебе без подарка точно не придем. Жара. Ньюс. Мы погасили свечи, загадали желание, чтобы в этот вечер все звезды пришли на день рождения нового радио. И знаете что? Наше желание исполнилось, потому что на этом празднике были абсолютно все. Это ты, это я. Что? Между нами, мол, и я. Все электрические разгады. Между нами, мол, и я. Это ты, это я. Между нами, мол, и я. Сцены кричатым разряда. День седьмой. Помимо Димы Билана развлекали зрителей Клава Кока, Лолита, Люся Чеботина, Мот, Гаязов Бразерс, Мэри Гу. И этот список можно продолжать бесконечно. И знаете, мы вот подумали, артисты довольно часто выступают на всяких премиях и вечеринках, чисто по дружбе. А может быть, есть такая опция и для поклонников? Готовы ли наши селебрити приехать сюрпризом? Например, к своим людям? Это нужно, чтобы временем прошла проверка, что действительно, действительно человек прям фанатеет, знает вообще все наизусть. Тогда может быть. Ну, наверное, какую-то супер-вечеринку закатить, чтобы у нее был интересный формат. Написать мне в директ, сказать, слушай, у меня вечеринка в таком-то стиле. Без тебя будет не то. Ой, ну я даже не знаю. В связи с тем, что график действительно загруженный, я думаю, что мало какое количество артистов согласится выступать бесплатно. Если говорить о том, что ехать в другой город, то нет, конечно. Потому что коллектив вести дороговато будет. Кстати, познакомиться с Лолитой мечтают не только поклонники, но и коллеги. Вот, например, на дне рождения нового радио исполнилась мечта певицы Туркен. Сегодня Лолита исполнила мою мечту. Сегодня Туркен фанатка Лолиты. Они же не познакомились, и она рыдала все время, пока не общались. Кажется, такие же эмоции испытывают и фэны, которым артисты иногда записывают дружеские видео в директ. Ну вообще у меня много поздравлений, всяких видео для тех людей, которых я чувствую, уважаю, люблю. Для назойливых нет. А людям, которые находятся в другой части нашей страны, записываю видосики, поздравляю, могу пропеть что-то. Я голосовые отправляла. Было такое, что мне писали, про то, что какая-то песня очень нравится, я отвечала голосовым, исполняя ее в акустической версии. Это было по приколу, и, может сказать, что это концерт. По приколу залетели на чей-то день рождения или, например, свадьбу. И ЕКБ бойс? Можно однажды замутить такую историю, как Мерун Пайв. Однажды сделали клип, они залетали случайно на свадьбу к людям и выступали. Можно, знаете, разыграть для фаната или поклонника концерт. Это не то. Должно быть как-то случайно, как-то спонтанно. Ну, даже не знаем, насколько спонтанность может быть хорошим вариантом. У Аси такой опыт был неудачный. Я приезжала бесплатно на свадьбу. Я узнала, что у ребят свадьба, и они танцуют первый танец под мою песню. И ребята реально танцевали свой первый свадебный танец под мою песню «Спасибо». Но они, видимо, не знали, как я выгляжу. И я приезжаю к ним в Челябинск на свадьбу с букетом цветов, выхожу, они такие, «Это кто?» Вот так потом и дело сюрприза поклонникам. Ну, наши селебрити-душки уверены, их это не остановит. Ну что же, всех звезд обсудили. Давайте теперь перейдем к настоящим звездам и послушаем жароскоп. Уж очень интересно, что же звезды для нас готовят. Жароскоп. Овны, сюрприз-сюрприз. Этот выпуск мы начинаем сразу же со звездного привета от Саши Стоуна. Ловите. Всем привет, меня зовут Саня Стоун, и я Овен. Ну что ж, Овны, на следующей неделе я желаю вам как можно больше терпения. Не забывайте про то, что надо быть чутким и внимательным. Ну и, конечно же, любви. Ну, любви не помешает и тельцам, которые уже очень заскучали без движухи. Ничего, милые, совсем уже скоро, предновогодняя суета вас закрутит по самое не балуйся. Близнецы. Что может быть лучше, чем много спать и отдыхать? Правильно, много денег. Поэтому отдохните как следует и принимайтесь за работу. Миллионы сами себя не заработают. Раки. Еще чуть-чуть, и вас затянет в омут любви с головой. Только не забывайте правильно дышать. В этот раз звезды обещают вам чистую и искреннюю любовь. Львы. Долго думать – это не про вас. Все и так прекрасно знают, что все будет так, как вы захотите. Вам даже ругаться ни с кем не придется. Круто, да? Девы. А вот вам ругаться, конечно, не советуем. Но вот молчать и терпеть – тем более. Кажется, кто-то перешел уже все границы, и пора его ставить на место. Помните, что дипломатичность – ваш конек. Весы. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о весах, которым вставать ни свет, ни заря. Может, уже пора нажать кнопку «Отключить будильник» и дать время выспаться? Скорпионы. А вам желаем взять себя в руки, налить чаек, укутаться в пледик и не нервничать. Вам оно ни к чему. Стрельцы. Но то, что все невозможное возможно, знать точно не только Дима Билан, но и вы. Не забывайте учитывать собственные интересы, ведь это поможет в дальнейшем росте. Козероги. Пора бы уже выучить пару движений из йоги. Это поможет улучшить дыхание и найти равновесие в жизни, но уж его вам точно не хватает. Водолеи. Не стоит гадать, что будет в будущем. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие. На этой неделе его будет точно предостаточно. Рыбы. Ну а вам просто повезло. Именно так будут говорить у вас за спиной. Но вам до этого будет никакого дела, потому что вы всегда впереди. Вот и все. Это был прогноз на будущую неделю. Доверяйте не только звездам, но и своей интуиции. А также смотрите каждую неделю Жироскоп на Жара ТВ и слушайте каждый день на Жара ФМ. А с вами была я, Даша Федорова, ваш проводник в мир звезд. Пока! Жара Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова